МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в нашей программе вы не увидите. Звездные войны в сети. Как они могут менять скорость? Что за аппарат били военные истребители? Еще один? Ух ты, третий? Стеклянный шар. Возможно, это странные астероиды. Или неуловимые разведчики? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В студии РЕН-ТВ И Гайсо Невикас Прокопенко. Здравствуйте. Вы смотрите Куета, в которой сама сны проверяем. Классика ноль-дим программы, которая, как известно, ГОВНО! Итак... КОКУЮ ГИПОТЕЗУ МЫ БУДЕМ ПРОВЕРЯТЬ СЕГОДНЯ? Внимание на экран. ЧААЯЯЯЯЯХ Обычная английская дебебебебедебедебеб деревушка в графстве Дорсат на юго-западном побережье Англии Жижа здесь течет неторопливо и размеренно вот уже две с половиной тысячи лет с Жижного века Ка-ха В предыдущей серии съезжались ученые-ящарицы инжираты и器ерцеры и нежники Появился ИНО И КЛЮБАЙБАНН Над седрателем правительственной миссии кс-12 по ликвидации Синдран Гремль назначал Кода Бориса заместителя председателя совета министров СССР Но Щерощ Баранки Но Щербина не понимал что в Круг С стремительно распространяется радиоактивное Клёк Архой САМОМО Wy САМОМО КАШАЬ! БАДА Уже была отравлена и территория и территория и эйрория и эйроглаз и сирория That's right Щербино распорядился не торопитесь «Гашиakedha» Каждый час директор Чернобыльской станции Виктор Бузо приклад мне роволок Ешки ЗАМО IQ АААААААААААААААААААААААААААААААА�를 Сегодня в мультипрограмме. Мутная история. Откуда на Земле появились безумные британские ученые? Пизда смерти. Чем удивило созвездие лисички? Откуда на Земле появилось стекло? Главная загадка С. Зачем государство скупало тело лисичек? Также расскажем, какую тайну хранят ухожи чужие среди нас. Вы когда-нибудь задумывались, почему пельмень внешне напоминал Сатурн? Во многих сибирских деревнях собак превращали в пельмени. В индийских священных книгах рассказывается о том, что в те времена люди стали покидать Россию. Это обусловлено климатом России. Считалось, что именно тут жил пророк Сангой. Но в чем заключалась его магическая сила? Многие исследователи считают, что именно в те времена люди освоили Соний Верас. Более того, изобрели приборы, позволяющие рассчитать движение. Богу были посвящены дни в конце декабря. В это время все дела прекращались, рабы освобождались от своих обязанностей и могли есть за общим столом. Как правило, это были бычки и... Согласно изометрическим текстам, люди жрали говно и были вегетарианцами. Само слово пельмень значит хлеб. И стал здоровый, блядь, как пельмень. Ежегодно по всей стране проходят тысячи фестивалей любителей мамок и прохоницам. На самой масштабной комике приезжают более пяти психиатров и Алексей Ишвцов. Этот комик появился совсем недавно. Автор написал всего одно предложение. Токийская полиция ищет сокровища рептилий-мутантов и команды диспетчера. Вот только сюжет этой мамки не выдумка. Вот так вот пятилетний трансвестит совратил крысу своим тюремным психиатром и съел часть членов. О, короткая писька. 22 августа недалеко от дома, Сутому Пукму, он утверждал, что сущность живет в его жопе. И именно она виновата в убийствах американских патриота и стингера. Он целиком и полностью окунался вот в этот мир аниме. Он звонил им домой и дышал в трубку. И что? Отцу. Он не мог сопротивляться. Младшей только исполнилось 7 тысяч лет, а старшей несколько секунд. Через полгода ее семья получила посылку. Только я вам ее не отдам. Ее семья не получила посылку. Он прислал в коробке изощренный способ удовлетворения своих вот этих вот сексуальных потребностей. Сложно поверить, но на самом деле это знойная красотка. Мужчина. И именно она виновата в убийствах четырех девочек. Но он расчленил ее и съел часть рук. Но кажется, японцев это совсем не пугает. После ареста полиция провела обыск в его комнате. Нашли одежду и фотографии. А его отец кончил совсем недавно. Крепет. Меня зовут Тимофей Баженов. Но вы можете сводить меня на свет. Ведь я здесь самый горячий. Сегодня вы узнаете о том, может ли человек мыслить. И что об этом знает современная наука? Что это за люди? Правда ли, что человек разумен? Мы расскажем просто о самом главном. В жизни каждого может произойти контакт с разумом. В это трудно поверить. Просто забудьте. Человек это зверь, который должен жить в клетке. Вот костюм, без которого нельзя подходить к клетке, в которой человек содержится. Посмотрите на этого недоумка. Человек смело засовывает руку под струю текущего металла. А эти молодые люди так шутят. Человек наивно тешит себя иллюзией о том, что он умнее собаки. Это абсолютно научный факт. Человек ничтожен. Можно ли считать это разумом и вообще жизнью? Ответ на этот вопрос очевиден. Человечество давно пора предать пламени. Давайте вспомним все-таки гениальную фразу, которую приписывают великому швейцарскому алхимику Парацельсу. Огонь убивает. Смерть можно создать в лабораторных условиях. Для этого нужно взять фосфорные бомбы. И смотрите, что получается. Образуется смерть. В ту минуту, когда вы смотрите этот фильм, три с половиной тысячи людей в страшных муках гибнут от соприкосновения с огнем. Говорят, смерть в этом пламени страшная. Мне удалось сварить на этом огне картошку. СИСЬКИ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ! 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 Вы удивитесь, СИСЬКИ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ! Корсиканские фермеры подсмеивались над корсиканской чупакаброй, потому что у них считали, что в недрах гор местное население складывало легенды. СИСЬКИ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ! Ядовитый, зловредный. Похож был на огромного змея с головой кошки и цепкими кошачьими лапами. В 2020 году чудовище наконец поймали с поличным прямо в курятнике. И это оказался... Кандидат биологических наук Михаил Бородачев в конце 19 века в Крыму заговорили, очевидцы сходились лишь в одном. Михаил Бородачев жил на дне колодца. А папа-то его где? А папа прячется на дне глубокого колодца пересохшего. Ну, связь какая-то должна быть, связь надо придумать, связь надо изобрести. А это французский дракон по имени Тарас. Георгий Бедодосец с Украином. Не стоит научная гипотеза, что именно крокодил стал прототипом. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а... Мясо матюки, убийства и голые сиськи. По асфальту рекой. Переход. Объяснить, почему это происходит, доктор Фрейд не смог. В это трудно поверить, но сегодня биологи по-прежнему бьются над этой проблемой. А Василиски все так же будоражат наше воображение. Сука, как он хуя, что эти существа инопланетяне с детьми наше видео. И почему? Никто пока сказать не может. Подписывайтесь. Подписывайтесь на мой инстаграм прокопенко.тв. А мы с вами сейчас будем смотреть перекрытый звук, но не переключайтесь. С понедельника по пятницу. Пять совершенно разных людей ходят друг к другу за пятницу. И только три часа на приготовление ануса. Победитель недели станет участником недели. Супер недели получит приз от программы «Званный ужас», в котором встретятся с лучшей из лучших. Я представляю новых участников. Артист-капиталист, Евгений-гений-гей-гей-гей-лист. Ааа, и не знаю. Да, он Дмитрий Шилов. Дело в том, что я узнал, что... У меня есть огромная семья. Рок-звезда, город Пташник. Я пришел в программу с тобой, чтобы мечтать о плите... О плиту я всегда мечтал, потому что... Мне она нужна, и поэтому я пришел сюда. Студентка. Комсомол! Ксения из окна, коротышка. Мне она нужна, мне кажется. Я думаю, что люди, которые будут готовить меня на ужин, могут поделиться со мной. О, вот и познакомились. Клёво. Я тебя, по-моему, где-то видел. Заходи. О! Володя? Да. Клею телок. Пойдем потусим. И я... А, двой рван. Я ее пошли в голове. Сарас-сарас. Сам хозяин дома. Каждый вечер... Каждый из них имеет одинаковую... Каждый... Добро. И религию. Каждый из них имеет одинаковую... Ссаного. Ужина из трех блюд. Тебе сделай, там роди. Задача каждого — продемонстрировать гостям все. Гитара, смотри. Чужая, смотри. Чай. Смотри. Ну, честно говоря, да, действительно, гитара. Смотри. Гитара мне нравится. Ну, такая, не знаю, такая гладкая. Хотя, ну, видишь, есть трещины, видать, он... Чункс, чункс, чункс. Кого-то уже или сам. Может быть, он очень творчик. Очень. Гитару кидал для того, чтобы швизить. Гитару кидал, ебал, дал. Добро. Действительно, знает толк в этом. Какие-то эмоции, что изобразить? Нажерок, нажерок, нажерок. Знаешь, что это такое? Не знаю, что это такое. Это у нас не за нас. Это у нас тенист. Это палитра, чтобы сливать липи на стену. Класс. Мне это не нравится. Может, не положено, может, не узнать, что такое. Может, как бы, может... Это, друзья мои, Брон ТВ. Все едем. Почему я... Гитлер! Художник Виктор Пузо открыл выставку в максимально торжественный рюмочный ад... То, что происходит здесь, меньше всего напоминает юмор. Это тот андеграунд, который рано или поздно обязательно станет мейнстримом. И решили уже, ничего не стыдясь, назвать выставку с... Поп-сахар, мед просто вываливается. А у меня Андрей Музалевский жил, однажды он умер. Он уже старый был, тут много всяких хитрых размышлений о смерти, о смерти после смерти, жизни после смерти, потому что что такое смерть? Это та же жизнь, только смерть. Место, где проходит выставка, тоже по-своему уникально. Рюмочная Зюзина — это не только граненые чебуреки в трехлитровых банках, это скорее некое арт-пространство. Здесь есть и постоянная экспозиция, картины, для которой сам Виктор и отбирал. Плакаты, взывающие к морали портреты великих соотечественников и работы знаменитых коллег. Муза, как и другие его коллеги, стараются быть максимально понятным. Он не прячет смысл за сложными символами, и обо всем, что его волнует, говорит жестко и открыто. Знаешь, что состоит из людей, а люди... Сперма на блюде! Вот так и живем. Осьминог, сосминог, сослышок — оружие 21 века. Британский таблок Daily Explearms Публиковал статью, в которой говорится, что Россия сосия с кр-к-к-к-крыс. Блядь, нам крысу беременную продали, это... Россия! Поняли, да? Гигантского боевого флюса. Такие и правда пригодились бы в армии. Посутите сами. Три сердца, восемь сверху. Но кому нахуй служат головоногие? Где прячется повелитель морей, древний Ктулхот? И почему сегодня в мире возрастает интерес к ФСС Миногам? Сегодня в программе СИСКА вместо ног Как выглядит гей под свою кровь? Невнамудывынь Овщи Гвегает гей Страшно быть зажазщим Какие-какие наводили царосно-британских гайков? Соска против присоса Польсоси Всем приветулька! Так выглядит онлайн кара Карта 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 Два десятилетия СИСКИ геофизиков Заметно усилится на всей планете И ЧЛИН вырастет На чем основываются эти неутешительные прогнозы? И на чем Смотрите прямо сейчас СЭС Аллея из китовых костей Кто и зачем И как охотятся на ФАШИСТА Современные жители Чечни ПИЗДИ ЗАС ЗАЧЕМ ПЕХТЕХ functions ПИХТЕАЛЕЕЕ Самая курьезная И бесславная битва в истории Как австрийская Устроила массовая ПСТ Питно в Пекале Какие скандальные подробности О Мамше Шварценеггера Пытались использовать его СИСКИ СИСКИ ПАПЫ Зачем пони В эфире Загадки человечества Ааа Что за хуйня Это бляБИСДЕЦТВА Я Шей Всё, до свиданья. Салам алейкум, братва. Меня зовут Тимофей Баженов. Тимофей Баженов. Тимофей Баженов. Тимофей Баженов. И это не всё, что я знаю. Я пытаюсь Баженов и брата за брата. Я пытаюсь разобраться в том, как устроен кокос. А я уверен, что они хладнокровные. Они практически не стареют. Они едят рыбу, курицу, человечину. Они это я... Мясо нежное, чуть слоноватое. Меня зовут Тимофей Баженов. Здесь, на рисовом болоте, широко распространено мнение, что Тимофей Баженов очень любит испражнения. По всем признакам ты пёс. По всем... Меня зовут Тимофей Баженов. И я пытаюсь разобраться здесь в кружочках. Я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Посмотрите. Существует также предположение, что Тимофей Баженов вымер вследствие малочисленности своей популяции. М consultant Вчера я вышел. Драконы ёбаные, блядь, приходьки, блядь. Короче, бумером взял вчера же мне. Вчера же мне бак. Вы ложите ладошку на моей ладошке. У Дракона были лывы лапы, как у Баки, голова, как у Льва и крылья, как у Тимофей Баженов. Что? Драконы бездель. Их можно убить, но убить дракона это очень сложно. А ещё сложнее подписаться на мой инстаграм прокопенко.тв. Казалось бы, это главное, что вы должны знать. Никаких сказок нет и не было. Кроме оператора, НЛО никто не видит. Всё дело в волшебном монтаже. Смотрите, видно, нет? А теперь смотрите прикол. Оба-на. Глядя на эти ролики, сложно не впасть в депрессию. Создаётся ощущение, что тянь следят за нами повсюду. Я делал снимок у себя на даче и увидел огромные круги. Давайте обратимся к истории. Чайна появилась случайно, когда древние люди готовили хуй на блюде. Откуда же взялся артефакт? Это изделие известно как пиолетное стекло. Название древнего города заставляет задуматься. Печать очень напоминает мифманышню. Которые назывались бездобога. В 20 веке Исаак предложил использовать гал. Так родился фрактал. Хватит сля фракталов, фракталов. В 2005 году обнаружили лисичек. Они выглядят невероятно красиво. Можно подумать, что там анонистов ждёт райская безмятежная жизнь. Но это не так. Клитор для землян смертелен. Вулканическое стекло называется обсидианом. Этот материал был очень популярен в производстве порталов. Там были популярны так называемые негашары. Шар способен завораживать. Смотрите далее. У кого четыре глаза, тот похож на пидараса. Почему пульпи не любили арифмовать? В 2010 году в издании бездейли бездесс опубликовали интервью с неким бездаученым Антоном. Это из штаба. Бездолог якобы рассказал репортерам, что российские военные тренируют вся осьминогоубийцу под кодовым названием Убийца 6Б. Вот в... Кок, которая расположена на... На южном полюсе. Это из... СЕЙСИСИСКИ КВСРОЧ. Как можно вырастить на озере Востока Сминога? Узеро Востока находится потолще. Прошло таким нам... Ну, может, сантиметров... Чемчем метр. Уже не учу. Озеро Глок. И на континенте было не тепло. Пау. Микро древнейший, но не больше, Чем питаться этому несчастному непонятно, как его туда запускать тоже непонятно, тем более непонятно, пресное осьминогов. Осьминогов не зря называют. Осьминогов не зря называют. То есть, со самыми развитыми созданиями водной ехи, то можно получить универсального саоса. Осьминоги с легкостью меняют саос, и осьминог с примпля поделятся на черные и белые саоси за один саос. И это прекрасная красная технология стелч. Естественный цвет осьминогов коричневый. Когда-то да. При опасности моллюск глеет. Тоже саосы жопа. Самые происходят и с человеком. Блитон, не зря говорят. Да. Он может жить на песке. Пскать. Прятаться во всевозможных. У многих. Но и даже струс. Саос. Рельеф. Да. Во время боя, по мебоя, конк может выпустить гра-чернильное пятно, как... То есть, саос, буквально саос, и пать. Все, этого и сись больше нет. Это митинг за свободу сосков в Нью-Йорке. Гамбург-гей-парад. Голые протесты, парады секс-меньшинств, однополые семьи и браки с предметами и домашними животными. Знаете, что удивительно? Хо? МИРНЫЙ УЙТОР! Мало кто знает... Украина, которую мы потеряли. Как... МОТОК КАНИГО И изменил судьбу целой страны? И почему Сталин взял Львов? Идолов. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. 2, 1, 0. МАРАУ И в неделю И в неделю И до 8 миллиона И в неделю А на сегодня шокирующих гипотез нет.